Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня 4 мая и ровно 10 дней назад я снимала видео и показывала вам два способа формирования перца. Один вот я прищипывала для получения раннего урожая, когда говорила, что мы будем оставлять всего 2 или 3 пасынка и 10 или 14 плодов, при этом способе его используют именно для того, чтобы получить мало, но ранний крупный вкусный урожай. И второй способ, наоборот, мы даем ему расти в длину, вот для высокорослых, которые нельзя прищипывать им макушки, мы формировали в два ствола и я показывала, что все вот эти вот доразвилки мы удаляем все лишние, оставляем вот эти два ствола, они растут и на них потом будем формировать плоды. Неограниченное количество, много. Что изменилось за 10 дней? Если мы сейчас сравним наши вот эти вот испытуемые экземпляры, мы увидим, что здесь ни один пасынок не показался, голый стволик до развилки, а этот перец, он весь буквально с каждой дырки, с каждой пазухи вылез пасынок. И пасынки еще каждый имеет раз, два, три, четыре, пять, по четыре, даже пятый лист лезет. Ну, короче, они такие кустистые, сами уже пасынки. Почему так произошло? Ну, надеюсь, вам понятно, что здесь мы не ограничили точку роста, и растение все силы бросает на формирование, вот на дальнейший рост. Оно идет в высоту, тут разветвляется. Я говорила, что здесь мы будем формировать только тогда, когда уже, ну, покажутся эти цветочные бутоны. Мы будем лидирующие оставлять вот этот, а этот мы будем отщипывать, прищипывать. Но после того, как здесь появится бутончик, после него два листика оставляем и отщипываем. Вот в этом у нас ничего не произошло в экземпляре. Он как рос, так и рос. Он раскустился, верхушка у него стала такая большая. Все. Но как изменился вот этот. И теперь его нужно продолжать формировать дальше, потому что мы же не позволим вот всем-всем этим отросткам, пасынкам развиваться. Мы решили, что мы будем получать на нем ранний урожай, поэтому оставляем или два, или в крайнем случае три верхних пасынка. Остальной вот этот стволик мы весь оголяем. Вот даже, сейчас перехвачусь, даже пасынок вот где вырос. Можно прищипывать, можно выстригать вот такими маленькими ножницами. Удаляем мы и листик, и пасынок. После того, как вы решили, сколько вы оставляете, вот, например, раз, два, три. Если три мы оставляем, то вот эту всю поросль. Как только пасынок достигает сантиметр, полтора сантиметра, его осторожно прищипываем, выщипываем, листик тоже убираем. Для чего мы это делаем? Для того же, для чего мы делали изначально. Чтобы растение не тратило свои силы на формирование лишней завязи, лишних листьев, лишних пасынков. Теперь вот эти три, которые мы оставили, они будут расти в два раза быстрее, потому что всех конкурентов мы убрали. Дальнейшее формирование будет у вас заключаться в том, если вы выберете этот метод формирования, будет заключаться в том, чтобы на каждом пасынке вы оставили сколько там, три, четыре или пять плодов и прищипнули. Все остальные безжалостно убирайте и бутоны, и новые там завязи какие. Если мы решили, что вот это у нас будет ранний урожай, будет мало плодов, но быстро и укропненные, значит мы здесь оставляем на каждом пасынке три, четыре или пять плодов, в зависимости от сорта. Если сорт крупноплодный, оставляем меньше. Если средний размер, то можно оставить по пять. Все. Вот так мы продолжаем формировать этим способом, с помощью прищипки верхушки для получения раннего урожая. Мы удаляем, когда все лишнее, оставляем только два или три пасынка. Вот с этим способом формирования в два ствола, то пока мы вот видим, что здесь пасынки не показались. Если бы здесь показались пасынки, вот видите, они только-только в зачатке. Если бы здесь показались пасынки, мы тоже все-все прищипнули бы и дальше ждали бы, когда вот здесь начнут появляться цветочные бутоны. Они у меня появляются, но они еще, видите, в каком, прям в зачатке. Совсем-совсем маленькие бутончики, шишечки такие появились, но он уже высокий довольно-таки. Его формировать будем чуть позже. Есть еще третий способ формирования, о котором я вам сейчас расскажу. Я тогда, когда начала говорить о формировании перцев, я отвлеклась и прекратила эту тему, но мне вот тут напомнили, что есть еще один очень хороший способ для получения большого, огромного урожая. Он тоже с помощью прищипки. Я сейчас в следующем видео все о нем подробно расскажу и будем мы отрезать другой уже. Этот для сравнения останется один вот этим способом, другой будет вот сейчас обрежу этим способом и третий вот этим способом. И через месяц еще мы все это сравним. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Разговор на тему. Продолжаем формировать перцы. Через 10 дней после прищипки мы удалили все пасынки, которые очень буйно начали расти на стволе. Все, до свидания.